Сегодня мы поговорим про реактивность. О том, как эта реактивность работает, как это связано со спрингом и что такое проект реактора. Для начала познакомимся. Меня зовут Олег, я работаю в компании Levinine, уже около шести лет занимаюсь разработкой программного обеспечения, фанат Spring Framework и с недавних пор стал всем продавать реактивность, рассказывать, как это круто. Теперь давайте познакомимся с вами. Кто уже слышал про реактивность, занимался этим на своих проектах, просто на своих подпроджектах? Отлично. Часть аудитории. Кто считает, что это круто, что реактивность это круто? А кто считает, что это всего лишь тренд, что это навязано нам рынком и не более? Я тут тоже. Отлично. Собственно, об этом мы и поговорим. Зададим себе вопрос, зачем вообще нам реактивность. Поговорим немного об истории реактивности, как это развивалось. Затронем основные понятия библиотеки реактивной. И перейдем к основному блюду. К тому, как работает это на реальном проекте. Разберем это по частям и поймем, зачем это нам нужно. Опс. Экскюзми. Это кнопка. Начнем с вопроса, зачем нам реактивность. В первую очередь, потому что это требование сегодняшнего дня. Еще вчера у нас были медленные компьютеры, которые не позволяли нам запускать миллионы всяких запросов. Они были дорогие компьютеры. У нас было дорогое железо, дорогая память, процессоры. Соответственно, все, что мы могли делать, запускать одно приложение монолитное на одном компьютере. Сегодня все изменилось. У нас биллионы устройств, которые ходят в интернет. Интернет у нас быстрейший. Наши системы дистрибутивные, запускаются на миллионах компьютеров. И пользователь изменился так же. Ему нужны реальные данные, живые данные, которые вот происходят сейчас. Ему не подходят данные, которые обрабатываются ночью и протухшей дневной или позавчерашней свежести. Все абсолютно по-другому. Пользователь хочет, чтобы ему сервисы предоставляли ответ сразу же. То есть реагировали на его запрос. В реактивности это достигается при помощи некоторых техник. Реактивность — это бережное использование ресурсов компьютера. Представим себе поход в ЖЭК, к примеру. Плохой пример. Мы приходим в ЖЭК или куда-либо другое место, например, облдержадминистрацию. Если это плохая организация, то мы бегаем по кабинетам, спрашиваем, куда нам пойти, дергаем всех, дергаем персонал, тратим их время, пытаемся узнать, что нам делать и как решить нашу проблему. Хороший вариант, хорошее решение. Мы приходим в хорошую организацию, подходим к терминалу, например, это банк. Становимся в электронную очередь, в которой все описано, как решить одну, вторую, третью проблему. И дальше персонал, клерки, банка, к примеру, обслуживают по мере своих возможностей. При этом мы не тратим свое время впустую на беготню и не тратим их время на пустые ненужные вопросы. Следующее понятие — это быть асинхронным. Что значит быть асинхронным? Снова же, коснемся реальной жизни, реального примера. Мы приходим в паспортный стол. Плохой кейс — мы стоим в паспортном столу, ждем, когда наши документы обработают, после чего нам говорят побежать еще в банк за квитанцией, мы там постояли в очереди. Вернулись — уже новая очередь образовалась. Трата времени — мы не любим стоять в очереди. Согласитесь? Хороший вариант — мы приходим в качественный паспортный стол, например, в загранпаспортный стол, где мы просто отдаем документы и уходим. Мы забываем на неделю о том, что нам нужно кого-то спрашивать, так как через неделю курьер просто приходит и отдает нам наши документы с готовой визой. Крайней мере, у меня такой опыт. Как это касается программирования? На самом деле мы строим микросервисную архитектуру. У нас есть рейды микросервисов, которые обращаются один к другому. И потоки в этих микросервисах, когда делают реквест, они не хотят ждать, они не хотят тупить, так как это небережное использование ресурсов. Нужно отдать и забыть об этом. Еще один важный момент — это толерантность к ошибкам. Представим себе, что мы в организации. У нас есть босс, который поручил нам какое-то задание, важное задание. Так случилось, что мы тоже делегируем данное задание на каких-то подрядчиков, и один из подрядчиков говорит, что он не может выполнить данное задание. Это ошибка. У нас есть два варианта. Либо мы оповещаем об этом боссу, и босс нам дает по голове, так как мы плохо работаем, мы не выполнили задание, либо мы находим обходной путь. Решаем это сами, либо делегируем на нового подрядчика. Но мы ограничиваем босса от этой информации. В конце концов мы приносим позитивный результат и получаем какое-то повышение или прибыль, или повышение в зарплате. Как это касается снова же программирования. У нас сегодня микросервисная архитектура. У нас микросервис вызывает другой микросервис. Тот вызывает третий. Если на каком-то из этапов случится ошибка, у нас есть снова же два варианта. Либо узнает об этом первичный пользователь, что плохо. Либо же один из элементов данных микросервисов сам обработает ошибку и найдет обходной путь. В этом и заключается толерантность к ошибкам, когда мы обрабатываем, хенлим данные ошибки и не повещаем конечного пользователя об этом. Реактивность, помимо всего, это очень мощный инструмент мышления. Думая о том, как текут данные, а не о том, как просто выполняются инструкции, мы понимаем лучше о приложении, мы понимаем, где у нас есть границы между соединениями, стыки и прочее, когда мы строим трубы такие, соединения по тому, как текут наши данные. Это улучшает наш софтвер. Снова же примеры жизни. Когда мы планируем наше действие, мы же не думаем, что вот мы выполним это, а потом выполним сразу же это, это и это. Когда мы планируем наш день, мы думаем, что мы сходим туда, отдадим что-то, потом быстренько побежим туда, сделаем это, и мы думаем о процессе, как это пройдет, а не о том, что мы просто выполним конкретные элементы, какие-то конкретные действия. Все это объединено уже давным-давно в так называемый документ реактив-манифеста. Данный документ нам помогает разобраться с основными реактивными понятиями, понять, как это работает и как строить реактивные приложения. Да и в общем-то слово реактивность звучит круто, согласитесь. Перейдем к истории. То, как реактивность развивалась. Все начиналось с неандертальца, с допотопного человека, в голове у которого была всего лишь одна джава. Он оперировал гофовскими паттернами и свой код строил на хендлерах. Это было тяжелое время, но у него не было другого выбора. Естественно, эволюция не стояла на месте. И в 2011 году компания Microsoft выпустила свою первую реактивную библиотеку Rx.net, которая позволила уже приблизиться к реактивному программированию на большой шаг. Пользователи стали строить более качественный код, но необходим был определенный скилл. Естественно, понимание, как данная библиотека работает. Период рейнджеров, ковбоев. Появились реализации реактивных библиотеки в джава. Все стали использовать Rx.java, параллельно с ней развивалась АККО, все были крутые ковбои, и единственная проблема, которая могла быть, можно было легко выстрелить себя в ногу. В библиотеке также не стояли на месте. Стали появляться Rx.java-девелоперы, АККО-девелоперы. Они использовали свои инструменты по максимуму. Единственная проблема, которая оставалась, что лучше, что выбрать, как интегрировать два данных инструмента. Собственно, спустя некоторое время появился ответ, решение. Это реактив стрим спецификации, которая позволила объединить все существующие решения на рынке и будущее. То, что нас ожидает. До этого все, о чем мы говорили, это была реактивщина на уровне одного компьютера, на уровне одной памяти. Собственно, сейчас решается проблема коммуникации между серверами. То есть у нас задеплоены наши приложения на нескольких серверах. Как им между собой общаться по нетворку. Собственно, это и решается. Придумывается реактив стрим спецификация для общения по нетворку. То есть придумывается реактивный протокол. Я упомянул такой термин, как реактив стримс. Собственно, попытаемся с ним и разобраться. Но для начала, кто вчера был на докладе якобы Файна по реактив стримс и RxJava? Отлично. Немного. Немного. Часть аудитории. Я вам постараюсь напомнить основные понятия. А для тех, кто впервые слышит данное понятие, кто-то, может, слышал уже реактив стримс. Снова же немного. Для вас я попытаюсь объяснить, что это такое и зачем оно нам нужно. Собственно, какая идея за данной спецификацией, за данным термином? Данная спецификация пыталась решить две основных проблемы. Первая из них — это backpressure. Что такое backpressure? Это примерно то, что отображено на данной картинке. Когда одному человеку, в нашем случае одному серверу, подают слишком много данные. В качестве примера слишком много алкоголя. И вопрос, сможет ли этот чувак выпить столько или с ним что-то плохое случится. То есть backpressure — это когда нам слишком много подают информации, и мы не сможем успеть эту информацию обработать. Это давление на нас. Вторая проблема, которую было решено, это общий язык общения. Common API. То есть теперь библиотеки могут общаться на одном языке, и мы их можем спокойно интегрировать между собой. Давайте разберем основные четыре интерфейса, так как данная спецификация состоит из четырех основных понятий. Начнем с первых. Это publisher и subscriber. Publisher — это тот, кто производит данные. То есть производитель. Subscriber — это тот, кто потребляет данные. Так выглядит интерфейс паблишера. Он очень простой, у него один метод, который принимает на вход, собственно, его подписчика, его потребителя. Subscriber выглядит немного сложнее. Тут четыре метода, которые позволяют оповестить сабскрайбера о тех событиях, которые происходят, которые начинает производить паблишер. Он сабскрайбер оповещает о том, что началась подписка, он next — то, что данные какие-то пришли, он error — то, что произошла какая-то ошибка, и он complete — то, что наш конвейер, наше выполнение закончилось. Собственно, общение между ними налаживается при помощи subscription. Subscription — это механизм общения. То есть subscriber и паблишер теперь могут общаться между собой. Так выглядит интерфейс subscription. У него есть два основных метода, это cancel, который позволяет остановить все. И request. Основной из них и самый важный — это request. Так как теперь при помощи subscription subscriber может сказать, сколько ему необходимо данных. И если их слишком много, он может сказать, воу-воу-воу, потише, мне больше не надо. То есть можно контролировать проблему backpressure. Вначале я сказал, что есть четыре основных интерфейса. Четвертый — это объединение первого и второго. То есть это комбинация паблишера и сабскрайбера. В коде выглядит это таким образом. То есть видим, что один интерфейс extended от двух остальных и больше ничего особенного не делает. Кажется, все понятно, но давайте разберем, как это работает на реальном примере. На примере шашлыков. Мы хотим пожарить шашлыки. Надеюсь, никто из вас не голоден. Вы перекусили. Что нам нужно для того, чтобы пожарить шашлык? Дрова. Нам нужны дрова. И у нас есть два способа добыть дрова. Либо быть крутыми, испилить дерево. Но, увы, мы программисты и не настолько крутые, чтобы так пилить деревья. Потому мы пойдем более простым путем. Мы купим дрова. Собственно, этот процесс мы и разберем. Разберем то, из чего попадает данный продукт на полки магазина. Все начинается из лесу. Лес является нашим основным поставщиком, нашим паблишером. Он поставляет дрова какой-то лесопильной фабрике, лесопилке. Дальше на лесопилке бревна распиливаются, переделываются, приводятся в конечное состояние продукта. После чего какой-то менеджер из магазина делает звонок и заказывает определенное количество дров. Собственно, в этот момент я хотел бы остановиться и показать, что еще секунду назад наш сабскрайбер стал паблишером. То есть еще секунду назад он просто потреблял древесину и вот у него уже заказывают дерево. Переработанное. То есть он уже стает паблишером. Собственно, вот это объединение сабскрайбера и паблишера является процессором. В конце концов мы получаем какую-то элитную древесину в магазинах, которую нам впаривают по 100 гривен. Перейдем к имплементации. Кто использовал какие-то реактивные библиотеки до этого? На своем проекте просто изучал. Кто работал с RxJava? Может слышали про AkkaStreams и работали с Akka? Немного. Окей. Что такое проект Reactor? Это еще одна реактивная библиотека. Данная реактивная библиотека разработана компанией Pivotal. То есть уже чувствуем, насколько это круто. Разработчиками Spring Framework всеми нами любимым. Project Reactor очень похож на RxJava. Если вы работали с данной библиотекой, то вам будет легко перейти свечнуться на новый продукт. Давайте разберем, как он работает. Его основные термины и понятия. Первое. Это флакс. Флакс это реактивный тип, который позволяет обработать коллекцию. Коллекцию объектов. Проще всего его сравнивать Stream. С Java Core Stream API. То есть обрабатываем коллекцию, строим набор операторов. Ну или в жизни это как конвейер, который постоянно тащит, обрабатывает какие-то данные. Следующий реактивный тип — это Mono. Из названия понятно, что это тип, который обрабатывает всего лишь один элемент, либо же ноль. Напоминает он Computable Future из Java Core. и по сути, когда у нас приходит всего лишь один элемент, один элемент мы и получаем на выходе, и не более. Давайте разберем основные полезные операторы, которые мы будем использовать во время демонстрации. Оператор — это очень умный паблишер по факту. Начнем с оператора Merge. Что делает оператор Merge? Он сливает все данные с двух потоков в один. То есть если мы посмотрим на анимацию, приходят данные, и в порядке прихода они попадают в основной поток. Просто. Более сложный вариант. Оператор ZIP. Тоже сливают в ID на два потока, но работает немного иначе. Давайте разберем. Вот приходит из одного потока элемент данных. Он не идет дальше по нижнему стриму, он не переходит в основной поток. Он дожидается, пока придет элемент из соседнего потока. И только после этого они передаются, объединенные этих два элемента, ниже в основной поток. Погнали дальше. Оператор Publish. Оператор Publish я сравниваю с радиостанцией, так как один диджей вещает музыку, и миллионы подписчиков, слушателей получают одну и ту же информацию. То есть один человек распространяет абсолютно идентичную информацию многим слушателям. Как это работает? Приходит к оператору элемент данных, и дальше этот элемент данных копируется всем подписчикам. Да? Сложно, затрудняюсь ответить. Скорее всего, один и тот же, то есть передается ссылка. Объект в памяти один и тот же остается. Оператор Materialize. Как по мне, это один из наиболее сложных операторов в плане понимания, что он делает. Давайте разбираться. Приходит элемент данных к данному оператору, и что происходит дальше? Materialize обворачивает этот объект в сигнал, в абстрактную единицу, которая позволяет абстрагировать следующий стрим от самих данных. То есть дальше, ниже по стриму, мы начинаем работать с неким абстрактным типом. Что это значит? Что если приходит ошибка, она точно так же обворачивается в сигнал и вызывается метод не onError у сабскрайбера, а вызывается onNext. То есть мы реагируем на сигналы в данном случае. И Publish On. Publish On позволяет делегировать работу из одного потока на другой. То есть, как видно из анимации, мы можем перебросить из одного тряда работу на другой. Это можно сравнить с реальной жизнью, как мы отправляем наших детей в школу. Когда мы хотим освободить себе немного времени, отдаем детей в школу, и пусть школа ими занимается. А мы свое свободное время потратим с каким-то удовольствием. Publish On в реакторе это абсолютно аналогичный метод к rig.java.observe.on. Тот же самый эффект. И запомните. Ничего не начинает происходить до тех пор, пока мы не вызовем метод subscribe. То есть, наш конвейер не запустится до тех пор, пока не будет подписки. Это важно. Конечно. В основном, как бы, это subscribe. Есть операторы, которые триггерят точно так же запуск ленты, но по факту это подписка. Все под капотом это подписка. Еще вопросы? Переходим теперь к основному. К реактивности в действии. Что мы будем делать с вами? Мы будем рефакторить. Что у нас есть для рефакторинга? У нас есть чат-приложение. Основная функциональность данного приложения это получать сообщения из гитар-сервиса, гитар-мессенджера. Кто знаком с гитаром? Кто уже пользовался данным сервисом? Совсем немного. Я расскажу, что это такое. Гитар-сервис это сервис, который позволяет создать чат вокруг вашей гитхаб-репозитории. То есть, если вы занимаетесь каким-то проектом, либо же это open source, либо же это приватный проект, вы можете очень просто создать комьюнити, которая легко будет переписываться, общаться. Все, кто захочет вступить в данные комьюнити, просто подкручивается чату, сможет задать вопрос. И этот чат будет специально предназначен для вашего проекта, для вашего куска кода. Я его немного позже вам покажу. Наше приложение будет принимать сообщения, с данного сервиса и считать статистику. То есть, статистику по наиболее активному пользователю и наиболее популярному пользователю, упоминаемому. Давайте посмотрим. Собственно, вот так вот выглядит наш сервис. Сверху вы видите панель статистики. И основная часть — это сообщения, которые пришли от пользователей. Сейчас я напишу сообщение, чтобы вы убедились, что это не фейк и оно работает. Работает. Я отправил сообщение со своего телефона. Собственно, интерфейс чата выглядит вот так вот. И чтобы вы убедились, что и все вправду работает, вот приложение, которое запущено, которое получает эти сообщения. Вернемся к презентации. Мне потребуется ваше участие, потому я вас попрошу зайти в мою чат-комнату, перейти по данной ссылке, и когда я вас немного позже попрошу, вам будет необходимо написать сообщение. Зайти в данный сервис можно при помощи твиттера, либо при помощи вашего гитхаб-аккаунта. Давайте разберем то, из чего состоит, на чем запущено наше приложение. Наше приложение работает на стандартном стеке. Это Spring Framework 4 плюс Spring Boot и плюс два основных модуля – это Spring MVC и Spring Data GPA для работы с базой данных. В данном приложении реактора еще нет. Это нереактивное приложение. Собственно, и мы будем его рефакторить. Это основное задание наше. Давайте разберемся с архитектурой. Так выглядит схемка нашего приложения. Внизу компьютер пользователя, то есть наш браузер, при помощи которого мы подключаемся к нашему серверу. В левом верхнем углу – это Gitter Service, который нам передает, поставляет нам сообщения. И все остальное – это наш сервер. Он состоит из трех основных частей. Это контроллер лэйер, бизнес логика, либо же сервис лэйер, и работа с базой данных. В коде в IDE это выглядит примерно так. Контроллеры, чат-контроллер, который возвращает нам символифьюху, рест-ресурсы, которые возвращают нам месседжи и статистику, уровень бизнес-логики, интеграция с сервисом, чат-сервисом, интерфейс, который предоставляет интеграцию, основная бизнес-логика по обработке сообщений, собственно, имплементация интеграции, и имплементация всех остальных сервисов, интерфейсов, которые у нас есть в данном пакете. Работа с базой данных, доступ к базе данных, и репрезентация структуры нашей базы данных, то есть доменные объекты, которыми мы будем оперировать. Как это работает? Давайте разберем снова же, как данное приложение работает на самом деле. Все начинается с реквеста пользователя. Реквест уходит к контроллеру, из контроллера попадает в бизнес-уровень, и дальше идет реквест за сообщениями. Мы ждем какое-то время, так как это блокирующий HTTP request, и наше сообщение возвращается, то есть пришел какой-то ответ. Дальше мы полученные сообщения сохраняем в базу данных, снова же ждем, потому что у нас блокирующая база данных. Мы используем в данном примере H2. В любом случае это JDBC connection, который является блокирующим. После чего мы пересчитываем статистику, после сохранения сообщений, и получаем всю информацию обратно в сервисный уровень. Дальше мы отправляем данную информацию обратно к контроллеру, и тот прорисовывает нашу вьюшку пользователя. У нас достаточно умная вьюшка, потому в ней встроен JavaScript, который опрашивает раз в секунду, в данном случае, наш сервер на приход каких-либо новых сообщений. То есть мы таким образом пытаемся добиться реалтайма, что сообщения приходят в реальном времени. Какие у нас есть проблемы? Собственно, о проблемах я предлагаю поговорить после небольшого перерыва, так как вторая часть у нас будет более объемная. И предлагаю всем выпить чай или кофе. И если у вас есть вопросы, вы можете задать их мне. Хочу предупредить, что мы гуляем недолго, всего лишь 10 минут, так как следующая часть у нас объемная, и мы будем много писать кода и разбирать, как это все работает. Продолжение следует...